Перейдём к моей части, важной части, как всегда, наверное, самой важной, потому что будем поздравлять всех лидеров, которые сделали свой карьерный шаг, новый карьерный шаг. Кто-то открыл для себя карьерную лестницу, кто-то её продолжил. Я знаю, что на этой неделе много очень было тех, кто закрыл квалификации. Вот смотрите, сильвер-мастера у нас новые на экране появились. Надежда Князева, Уфа, Елена Кочетыгова, Уфа, сразу видно, Уфа поработала, Иван Малышев, Калья, Рузиля Курбанова, Нижний Мончар, Анна Чичикайланова, Полоцк, Беларусь, Людмила Брюханова, Екатеринбург, Россия, Анна Михалёва, Первоуральск, Марина Перекопная, Комсомольск на Амуре, Нина Макарова, Новополокск, Беларусь и Фени Си Мулюни, Индонезия, Восточная Джакарта. Вот такие у нас лидеры, первый шаг закрыли, это очень важно, здорово, что появляются новые лидеры, что кто-то открывает новым лидерам путь в нашу звездную команду. Ну, смотрите, золотые мастера у нас тоже сегодня Россия, присутствуют только из России. Россия Раиса Пирожкова, Тамара Сторожева, Междуреченск, Елена Башкирова, Екатеринбург и Лариса Полуротова, Хабаровск. Давайте посмотрим, кто у нас платину закрыл на этой неделе, за эту неделю. Я знаю, что у нас хороший урожай на платиновых мастеров, это уже такая более тяжелая артиллерия, это лидеры, за которыми уже идут большие группы. Ольга Брасенкова из Хабаровска, Надежда Ковалева, Махсагалох, Татьяна Глухих из Жирск и Индонезия. Опять нас радует город Купанк, Ерхин Сун Даниэль Сорум. Вот у нас какой новый лидер из Индонезии закрыл платинового мастера. И мы, конечно, радуемся за эту команду, она от нас далеко, им сложнее не на другом языке, говорят, но они крутые. Галина Смолякова, Санкт-Петербург, закрыла квалификацию Даймонд Мастера и автоматически тем самым начала двигаться в директорскую команду. Это большая победа, и, конечно, мы поздравляем ее, ее спонсора Виктора. Ну, я думаю, мы с вами прочитаем как раз про нее отзыв и посмотрим на фотографии, которые прислал нам Виктор Смоляков в Санкт-Петербург, Россия. От всей души поздравляю Галину с достижением высокого статуса Даймонд Мастер. Предназначение этой удивительной женщины – пробуждать и вдохновлять. Одной из ее замечательных способностей является умение найти нужную технологию, разобраться самой и донести до других, как лучше жить и насколько важно получать удовольствие от жизни. Галина – экономист по образованию, является консультантом по управлению бизнесом и личностному росту, надежный друг и партнер. Галина, я желаю тебе скорейшего покорения следующих успешных карьерных ступеней и удивительных успехов в бизнесе. Ну, а мы, конечно же, присоединяемся, потому что мы очень рады, когда наша звездная команда пополняется вот такими успешными лидерами. Ну, это не все, это только начало еще. Мы сегодня еще будем много-много поздравлять. Давайте будем двигаться дальше. Итак, новая звезда в директорской команде. Москва. Татьяна Мельситова закрыла квалификацию «Сильвер-директор». Очень активно работает Москва. Московская группа во главе с Александром Потаповым. Ну, давайте мы будем поздравлять как раз словами спонсора Танечку. Будьте добры, перелесните страничку. Ну вот, видите. Познакомимся с Татьяной. Александр Потапов прислал ей поздравление. «Снова в моей команде радостное событие – рождение нового «Сильвер-директора». От всей души поздравляю Мельситову Татьяну с высоким карьерным достижением. Мне особенно приятно поздравить Татьяну, поскольку последний год мы довольно плотно работали в Москве. Вместе растили команду. Вместе проводили мероприятия. На моих глазах Татьяна менялась и сама, постепенно становясь все спокойнее и увереннее. Незаметно новые внутренние изменения Татьяны поменяли и качественный состав команды. Образовался крепкий костяк. И стали приходить новые, серьезные и достойные партнеры. В Татьяне я увидел надежного единомышленника и ответственного партнера, который изо дня в день, не теряя энтузиазма, двигается в проекте, достигая отличных результатов. У Татьяны ККА 5 и отличный бонусный задел на каникулы. Благодарю Татьяну за отличную работу и желаю дальнейшего развития в нашем проекте, который дает всем возможность расти и достигать своих целей. Но я думаю, что мы только присоединиться можем, поздравить и Галину, и Татьяну, и, конечно, Александра с большой победой. Ну, а вот посмотрите, какая у нас такая матрешка, да, поздравлений. Вот очень часто так бывает, и нам всегда приятно видеть такие совместные рекорды. Татьяну Пангину, Татьяна Пангина поздравляет Татьяну Мельситову. Спонсор. Танечка, поздравляю тебя с завершением карьеры мастеров и приближением к директорской ступеньке. Ты вышла на новый уровень своего развития. Ты руководитель, организатор и авторитет для своих партнеров. Сейчас это стало очевидным. Я знаю тебя уже несколько лет, но последний год был для тебя просто прорывным. Важным человеком в твоей жизни стал твой партнер Борис Бондаренко. Рука об руку вы строили свою команду, шаг за шагом двигаясь по карьерной лестнице. Вот, кстати, очень часто так бывает. Появляется какой-то звездный лидер в команде, и сразу же прорыв. И потом вместе просто творят чудеса. А сейчас он стремительно наступает тебе на пятки. И это здорово! Неоценимую помощь в этом восхождении непрерывно оказывает наш верхний спонсор и главный рулевой Александр Потапов. Его переезд в Москву вдохнул в московскую структуру новую энергию силы. Позволю себе и от твоего имени, и от себя лично поблагодарить Александра за постоянную поддержку команды. Систематические движения, встречи, регулярные мероприятия дают свои позитивные плоды. Благодарю тебя, Татьяна, за постоянство и стабильные движения. За веру в свою команду и в себя. Пусть лестница директоров будет для тебя короткой, а портфель акций тяжелым. Удачи и новых побед! Ну что ж, поздравляем Александра Потапова, Татьяну Пангину, Татьяну Мельситову с такой мастерской работой, большой победой. И это тоже не все, не все еще. Смотрите. Москва рулит, но вот вам, пожалуйста, Виктор Смоляков. Санкт-Петербург не отстает. Золотой директор. Одновременно серебряный директор Галина Смолякова, золотой директор Виктор Смоляков. Вот такие вот победы. Вы видите на фотографии их вместе с Алексеем Уваровым. И как раз его поздравления мы сейчас и зачитаем. Дорогой Виктор, от всей души поздравляю тебя с достижением значимого карьерного статуса. Волт директор. Этот путь ты прошел легко и достойно, как настоящий лидер. И я уверен, что ты также легко достигнешь и следующих ступеней карьеры. В нужный момент ты всегда приходишь на помощь и своим мудрым советом помогаешь выйти победителем из любой трудной ситуации. Я горжусь дружбой с тобой и надеюсь, что у нас впереди еще яркие и большие победы. Ну что ж, мы присоединяемся. И это, конечно, здорово, когда вот так рука об руку мы поднимаемся на ступени карьерные. И когда вот такие отношения, спонсор, лидер, партнер, они искренние, естественные и радостные. Поздравляем вообще всех сегодняшних наших победителей карьеры. Но хочется вообще рассказать, если здесь есть у нас, как всегда, новички, как мы развиваем города, как проходят жизни у нас в регионах, вообще каким образом мы воспитываем лидеров. Вот вы видите лидерское турне Ольги Храмовой, Владимира Березы. Город Сальск. Вот, казалось бы, да, маленький город, небольшой совсем. Но лучше зачитаю Ольгин отчет. На выходных мы отработали в городе Сальск. Сальск небольшой городок, но потенциал у него есть. И чтобы его раскрыть, нужно активно работать. Здесь прошла уже вторая презентация, на которую собралось гораздо больше людей, что очень радует. Приглашенные впитывали информацию с большим интересом. Сразу же после нашей встречи был заключен новый контракт и намечены оплаты на следующую неделю. Очень радует серьезное отношение партнеров к бизнесу и позитивная энергетика в команде. Отлично, начало положено, и мы работаем на увеличение команды. Кстати, вот Ольга и Владимир – мастера вот такой душевной командной работы в любом абсолютно небольшом городе. Вот любой абсолютно город, поселок. Неважно, какие там люди. Другие, наверное, считают, что там в этих городах невозможно ничего найти, ничего создать, ничего развить. Но это не так. На самом деле Ольга так не считает с Владимиром. И они там растят звезд своих и поднимают на очень высокий уровень карьеры, доходов. Просто берут как волшебники и меняют жизнь обычных людей, как в сказке. Поэтому, конечно, мы от души поздравляем Ольгу с открытием Сальска, с тем, что большая победа, она всегда начинается с маленького какого-то первого шага. Ну, а вот смотрите, как работает дружная команда Комсомольска на Амуре вместе с Хабаровской делегацией лидеров, я бы так сказала. 12 ноября в Комсомольске на Амуре состоялась работа команды партнеров из Хабаровска. Они приехали, чтобы провести месяц, смотрите, с партнерами этого города. Это Ольга Басенкова, Валентина Руденко, Марина Белякова и Татьяна Наумова. С 13 ноября началась активная работа по продвижению нашего любимого проекта «Джемфу ми». А 15 ноября уже был открыт офис. Вот такая серьезная команда приехала. За месяц с нами были проведены сотни встреч, более 10 презентаций. В офисе постоянно было много желающих узнать о нашем проекте. Каждый час проводились встречи по 5-7 человек одновременно. За месяц команда партнеров в Комсомольске выросла на 39 человек. А те партнеры, которые пришли в бизнес до 12 ноября, увеличили свои пакеты акций. В команде появились яркие лидеры, которые за короткий срок закрыли карьерные статусы и получили чеки до 1000 евро. Ольга Басенкова закрыла карьерную ступень платинового мастера. Ольга Верещагина – золотого мастера. Нина Макарова и Марина Перекопная – сильвер-мастеров. Вот так работаем. Товарооборот партнеров за декабрь составил 15 650 евро. 8 декабря прошло заключительное событие в одном из лучших конференц-залов города. Его провели Марина Белякова и Татьяна Наумова. Сначала состоялась презентация для приглашенных, а потом мастер-класс для партнеров по приглашениям в бизнес. Мы разобрали по полочкам и цифрам маркетинг-план, и никто не хотел уходить. Всем было очень интересно. Пять часов пролетели, как одна минута, а в конце события всех ждал сюрприз от Совета директоров. Александр Донославович Коченовский поприветствовал Комсомольск в режиме скайп-конференции и рассказал о Market Space и ответил на вопросы партнеров в зале. Благодарим партнеров и лидеров, которые совершают лидерские турне по городам и помогают партнерам в любимке разобраться в деталях бизнеса. Особо благодарны Совету директоров за организацию лидерских турне. Желаем, чтобы в каждой команде была возможность общаться с лидерами, которые помогут зажечь новые звезды и быстрее продвинуть наш любимый проект. Ну вот, что сказать. Вот так и создаются звезды, вот так и развиваются команды в регионах. И очень многие стартуют с небольших пакетов, но я вас уверяю, почти все они в самое ближайшее время, разобравшись, поднимаются все выше и выше в статусах. И за счет своих доходов увеличивают пакеты акций, становятся премиум и инвест-партнерами. Ну и, конечно же, все технологии позволяют научиться очень быстро лидерству. Вот Ольга Верещагина рассказывает, вы видите Татьяну Наумову на фотографии о том, что творилось в Комсомольске-на-Амуре. В конференц-зале «Гостиница Восход» составилась городская конференция Татьяны Наумовой и Марины Беляковой. Как с помощью эти технологии можно заработать, увеличить доходы несколько раз. Конференция прошла на очень высоком уровне. Татьяна, рассказывая о проекте, великолепно держала всю аудиторию слушателей, среди которых были не только партнеры, но и новички. Была дана очень ценная, интересная, доступная и нужная каждому человеку информация. Поступало большое количество вопросов, на которые Татьяна Петровна отвечала быстро и четко. Многие новички были настроены скептически, так как, побывав в разных компаниях, потеряли не только веру, но и деньги. Татьяна и Марина смогли достучаться до каждого человека, потерпеливо объяснив все преимущества и отличия бизнеса с джимплами. После презентации новички не захотели уходить, и остались до конца мероприятия на регистрацию и первое обучение. Я приобрела один пакет акций компании еще в 2017 году. Это Ольга нам рассказывает. И более года просидела, не интересуясь бизнесом. Познакомившись с Татьяной и Мариной, я поняла, какую ошибку я совершила. За две последних недели я уже подписала несколько человек и закрыла два карьерных шага. Огромное спасибо лидерам, которые вывели меня из депрессии, дали шикарные инструменты, показали, как зарабатывать деньги. С огромным желанием работаю и ожидаю благополучного завершения проекта, чтобы впервые ощутить себя обеспеченным человеком. Да здравствуй, джимплами! Вот что такое народный проект. Спасибо, Татьяна. Спасибо, команда лидеров, десант такой из Хабаровска, который высадился в Комсомольске на Амуре, за то, что вы вот так меняете жизнь людей. Лидерское турне Эдуарда Витько в Перми. Ну, там вообще событие гигантского масштаба. Елена Геев в Пермь прислала отзыв, отчет. Мы долго ждали этого события, готовились к нему. И вот оно свершилось. 8 декабря в Пермь приехал платином президент Эдуард Витько. В зале собралось около 300 человек, партнеров и гостей. Все с огромным вниманием слушали презентацию. Новая, необычная подача информации, положительная энергетика, эмоции, видение и вера Эдуарда в наш проект в течение часа держали внимание слушателей. Интерес был огромный. Ведь речь шла о том, как впервые в мировой практике обычный человек, не имея миллионов долларов, в нашем проекте может кардинально изменить свою жизнь. И имея несколько видов дохода, создать фамильный капитал. После кофе-брейка Эдуард провел брифинг и аргументированно ответил на все вопросы партнеров. Убрал сомнения и помог поверить в нашу победу. А ведь иначе и не может быть. Нам по плечу такой мировой проект. Мы международная команда, сплоченная и дружная. И у нас одна цель – создать, а затем выгодно продать наш любимый мессенджер и получить фантастическую прибыль. И эту цель мы запустили в небо с огромным количеством красно-белых шаров, символизирующих нашу мечту. Спасибо Эдуарду, нашему любимому спонсору, профессионалу высочайшего уровня, лидеру с большой буквы за его любовь к людям, помощь, поддержку и такие лидерские турне, где каждый может познакомиться с президентом компании, пообщаться, получить ответы на наболевшие вопросы, вдохновиться и зарядиться верой в наш общий успех. Ну вот как пропускать такие мероприятия? Конечно, никак. Будьте добры, еще перелесните страничку. Вера Гахакидзе тоже лидер из Перми. Свои впечатления написала нам о событии. Вы видите, какая команда там на фоне шариков, дружная. Города Перми. Дорогие друзья, к нам в Пермь 8 декабря приехал наш дорогой, уважаемый президент Эдуард Витьков. Встреча прошла на высшем уровне. Зал был заполнен, не было свободных мест. Все зарядились позитивной энергией. Кстати, когда мест нет вообще очень позитивной энергии, так всегда зашкаливает она. Еще раз убедившись в том, что мы находимся в уникальном и технологичном проекте. Многие партнеры получили ответы на свои вопросы, а также появились новые инвесторы, впервые пришедшие на презентацию нашего проекта. Эта встреча нас очень сплотила, и мы почувствовали себя одной семьей. После событий, по хорошей традиции, наша дружная команда запустила в небо шары, написав на них наши самые смелые мечты и цели. Дорогой наш Эдуард, мы благодарим вас за чуткое отношение к нам, за ценные знания, которые вы нам даете, и за веру в светлое будущее. Вера Гахакинца. С уважением, конечно же. Ну, очень приятно чувствовать вот такую поддержку от верхних спонсоров. И, конечно, участие и помощь в развитии команды. Ну, вот такие вот дела. Давайте дальше. Это не все. На планете Джем движуха. Давайте будем двигаться вместе с ней. Если ты не хочешь от тренда отставать, Нужно свой смартфон регулярно обновлять. Море приложений окружают тебя, А Джем ведь такое себя. Джем-бум, джем-бум, создаем шум, Мы все повторяем. Джем-бум, 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 Это наш штук, а горячем джем-бум. ПОДПИШИВАНСЯ Вижу на экране красном бриллиант, Он так ненавязчиво манит. И я ставлю на загрузку, и вуаля, Джем теперь качает меня. Сейчас мы увидим еще один репортаж, потому что события проходят у нас во всех городах и одновременно. И спасибо за такой музыкальный пермский ролик. Я думаю, что он всем добавил настроения. Ну а теперь мы с вами переносимся в Уфу, где лидерское турне работало прям вот таким звездным десантом, мощной, сильной семьей Самуновых пивовар. И 2-4 декабря в Уфе прошли долгожданные события, к которым, конечно же, Уфа очень готовилась. И я уверена, что все их надежды оправдались. Александр и Антон показали нам отличия и преимущества. Джимфо Ми в сравнении с другими мессенджерами. И ответили на все технические вопросы. На все юридические вопросы очень профессионально и компетентно ответил Владимир, не оставив ни малейшего сомнения в успешном будущем компании и мессенджера. Александр провел 5 презентаций и показал, как работают настоящие профессионалы. Вот смотрите, со 2-го по 4-е 5 презентаций прошло. Круто. Зоя от души поделилась с нами своим опытом работы в СТО-бизнесе и своими успехами в Джимфо Ми. Сложные моменты она объясняла очень просто и доступно, используя примеры из жизни. Она показала нам возможности для достижения успеха в нашем проекте, щедрый маркетинг-план, важность правильной постановки целей и порядок действий для получения результата. Мы очень довольны этой встречей, вдохновились на активную работу. Огромное спасибо нашим лидерам. Классная дружная команда УФИ. Я уверена, что сейчас вы сможете хорошо-хорошо использовать все полученное во время мероприятий, работы с вами этих лидеров в декабре. Потому что классно, классно войти вот в Новый год вот с такой позитивной энергией. Всем вообще городам, которые встретили лидеров, очень повезло. И давайте как можно больше сейчас проведите мероприятий, потому что как ты закончишь этот год, как ты встречишь настоящий, так ты потом и проживешь этот год. Да, помните такая есть у нас поговорка. 13-14 декабря в Абахане мероприятие проводит Евгений Чебодаев. 15-17 декабря в Красноярске Светлана Чистякова. 18-го декабря Ростов-на-Дону Оксана Шедловская. 11-го декабря Москва. Людмила Строчкова, Александр Потапов и Татьяна Тарасова проводят большое мероприятие. И Гродно. 18-20 декабря. Беларусь. Зоя Владимировна Самонова, Антон и Александр Пивовар. Мероприятие проводят Валентина Цыганец и Иванова Наталья. Давайте мы перелистнём следующую страничку. Жизнь продолжается. И Гродно, вот смотрите, 17-20 декабря. Просят откорректировать страничку 17-20 декабря. Обязательно откорректируем. Итак, 9-го, 12-го декабря, то есть в настоящий момент идёт работа в Караганде. И ответственная там Ая Микеева. Тоже брифинги, презентации. И, конечно, работа с новичками активно ведётся в эти дни. Елена Гирь работает в Ульяновске 12-20 декабря, а 15-18 в Кунгуре Валентина Женина. Уфа каждый вторник фанит Сабердинов и резида Слободина. Ну, хотелось бы увидеть и другие города, конечно, добавить в это расписание. Уверена, что те, кто пока отсиживаются, они услышали по поводу того, как встретишь, как проводишь старый Новый год, так и проведёшь следующий. В Уфе тоже время исправляйте на 19.00, а не 18.00 каждый вторник. Ну, думаю, что мы сейчас прямо вот оперативно отреагируем. Черкесск. Вот сейчас в чате кричит Зухра. Ну, что Черкесск? А пока не вижу вас. Где, как, бра, что. Давайте информацию. Мы обязательно объявим о том, что вы проводите мероприятие, готовы его организовывать. Итак, промоушен на каникулы. Вы знаете, что он по 1 февраля. У нас осталось что? Декабрь, январь и февраль. Простите, нет, декабрь и январь, только 1 февраля. Мы уже подводим итоги. И промоушен на каникулы просто фантастический. Вы себе делаете спокойно бизнес, а в это время вам автоматически, в виде подарков новогодних, наверное, таких, да, прощальных в этом году, начисляются бонусы, такие не слабые. 100 евро на первом уровне и 50 на втором за каждого новичка в вашей команде. И вот смотрите, сколько накоплено скидок. Мы уже не от 500 берем евро, а именно от 550. Помните, мы начинали с 250, евро потом с 300. Всех зачитывали. А сейчас уже не вмещаются на два листочка. Смотрите, скидки какие серьезные уже у лидеров. И я уже даже их не буду зачитывать. Смотрите, как много. Я скажу лишь только, что города абсолютно разные. Северо-Уральск, Кызыл, Мэйпл, Шауляй. Перевесните, пожалуйста, назад чуть-чуть, ненадолго. Мы даже города не успели почитать. С кем мы там встретимся на каникулах? Батайск, Ижевск, Уссурийск, Ижевск, Огнинск, Перу-Уральск, Москва, Турку, Финляндия, Ангарск, Мурманск, Екатеринбург, Москва, Москва, Киев, Россия, Бруклин, Ижевск, Нягин, Ижевск. Вот такая география. И 750 евро за чту партнеров-победителей, лидеров, которые поместились все на этот листочек. Осталось 50 евро Павлу Жданова до полной победы. Давайте перелеснем назад. Вернее, вперед. Будем зачитывать только от 750 евро в скидку. А начну я с самого начала. Лидер номер один Павел Жданов. Видите, 2 950. Осталось 50 евро. Ну что, Павел, я думаю, на следующей неделе вы пройдете этот барьер и станете навсегда лидером этого соревнования, не позволив никому ни догнать, ни обогнать, ни перегнать. Итак, Валентина Шмыкова, Ижевск, 750 евро. Елена Герри, 750. Людмила Старкова, Ижевск, 800. Ольга Кудинова, Абинск, 800. Татьяна Тарасова, Москва, 800. Елизавета Хан, Уссурийск, 900. Томахика Эндох, Япония, Саппор, 900. Сергей Пономарев, Санкт-Петербург, 950. Орлан Бахо, Кызыл, 1000. Сергей Крижевский, Ижевск, 1050. Римма Магаурти, Парк Ридж, 1050 евро. Ольга Ким, Уссурийск, 1050. Любовь Риско, Лесосибирск, 1050. Аяна Монгуш, Кызыл, 1050. Надежда Перминова, Лесосибирск, 1050. Татьяна Мельситова, Москва, 1100. Игорь Кирюхин, Калининград, 1350. Артур Гросс, Нацрат Элит, 1450. Галина Смолякова, Санкт-Петербург, 1450. Наталья Запольских, почему-то вопрос, Россия. О, Мутнинск. Конечно, Россия, Мутнинск, 1650. Анжелия Иваскевисини, США, Вест-Чикаго, 1750 евро. Это тройка уже, я зачитываю. Итак, тройка лидеров. Анжелия Иваскевисини, США, Вест-Чикаго, 1750 евро скидка. Людмила Новоселова, Россия, Киров, 1950 евро. Второе место. И еще раз победитель всего этого лидерского соревнования, Павел Жданов, Ижевск, 2950 евро. Ну, видимо, Павел, от вас мастер-класс. Потом, как подписывать инвесторов в первую линию и, ну, наверное, какие-то ваши секреты, которыми вы поделитесь на Маврикии. Уверена, что не только Павел поделится, но и вообще всем лидерам нашей команды свойственно делиться секретами. И я вас уверяю, вот у каждого из этих лидеров есть свой секретик, такой припасенный, такой маячок, которым он обязательно поделится с теми, кто приедет на каникулы. И я уверена, что просто отдохнуть вместе с такой звездной лидерской командой, при том, не просто где-то отдохнуть, а именно на Маврикии, в пятизвездочном отеле на первой линии, рядом с великолепным, уникальным пляжем. Наверное, уже все знают, куда мы едем. Это просто лучший отель, который можно себе представить. И вот мы туда скоро едем. И я вас уверяю, мы там классно отдохнем. Ну, конечно, не едем, а летим. Летим им Эмирид, как обычно. Конечно, эта компания всегда безупречна в перелетах в области сервиса. И поэтому мы любим ей летать. Ну и, конечно, с нашими, как всегда, сопровождающими, бессменными, которые нас всегда безукоризненно переносят в сказку и помогают нам чувствовать себя счастливыми в ней. Поэтому мечтаем вместе. Кто еще не приступил к своим каникулам и уже закрыл для себя эту тему, хочу подсказать, что даже самые невероятные вещи можно поверить, потому что чудеса случаются именно под Новый год. Ну, я об этом вам ничего не скажу. Я уверена, что скоро вы все узнаете, подождете немножечко, через неделю много узнаете. А сейчас мы с вами нашу конференцию по традиции завершим душевной работой. И я вам хочу сказать, что вы отлично поработали, вы собрали много средств за эту неделю, и мы смогли сегодня уже перевести средства для некоторых обратившихся к нам партнеров. Ну, в частности, я вот сейчас я не могу вам отчитаться просто на память, да, не буду говорить, знаю, что помогли собрать средства на операцию на сердце. И отчитаемся обязательно в следующую неделю вам о тех людях, которые обращались, и о том, что мы для них собрали и перевели. Ну, а сейчас новое обращение. Екатерина Рогозина, инвалид второй группы. Уважаемые партнеры, я инвалид второй группы, являюсь инвестором в ЖИМФОМИ, и всегда активно занималась продвижением нашего проекта, имея КК 075. В настоящее время я нахожусь в очень трудной ситуации. Я перенесла второй инсульт, и в связи с чем необходимо большие финансовые и средства на лечение. Вся моя пенсия сейчас уходит на оплату кредитов, и я не могу продолжать необходимое лечение. Я хочу обратиться за помощью ко всем партнерам и в наш благотворительный фонд. Буду благодарна за любую помощь. Заранее благодарю всех за помощь и поддержку. Но я уверяю вас, что в такой ситуации может оказаться абсолютно любой. Поэтому уверена, что и к Екатерине, как всегда, придут на помощь партнеры через фонд. Конечно, и напрямую тоже можно будет это сделать. У нас все данные будут размещены в самое ближайшее время на блоге. Смотрите, там будут данные карты. Можно и напрямую переводы делать, и, как всегда, через фонд. И еще одно обращение новое. Будьте добры, перелесните страничку. Еще одно письмо, которое пришло в фонд от Ольги Дубовой. Здравствуйте, дорогие партнеры. Я инвалид с детства. Пользуюсь инвалидной коляской, которую мне выдали органы социального обеспечения. По договору коляска выдается на 4 года, и раньше этого срока она не подлежит замене. Через год коляска пришла в негодность. Одно колесо удалось ремонтировать, но еще сломался рычаг. И нет запчастей, чтобы устранить эту поломку. В связи с этим я лишена возможности передвигаться. Стоимость новой коляски составляет 32 тысячи рублей, а у меня нет финансовой возможности ее приобрести. Я хочу обратиться за помощью в ваш благотворительный фонд. Заранее благодарю вас за любую помощь. И вот я всегда думаю, вот представьте себе, как тяжело людям, которые являются инвалидами с детства, и когда они вдруг оказываются привязанными к четырем стенам, они имеют возможности даже выйти и просто посмотреть на солнышко, посмотреть на небо, не знаю, там, подставить ладошку для снега. Конечно, очень тяжело, когда мы не можем оказать помощь вот прямо сейчас. Но я уверена, Ольга Дубовая обязательно от нас эту помощь получит, потому что у нас очень отзывчивые партнеры, которые благотворительностью занимаются по зову сердца и, конечно же, помогут собрать эти средства для Ольги. Уверена, что она очень скоро сможет увидеть, как говорится, белый свет. Ну что ж, на этом сегодня обращение и письма фонд закончен, работа, которую нам нужно было выполнить завершена. Мы поздравили всех, рассказали о том, что происходит, поделились с вами планами, различными достижениями. И я вас уверяю, что все самые главные чудеса, они будут совершаться буквально на ваших глазах в самое ближайшее время. И удивительные, просто чудесные события ждут нас вот уже на протяжении вытянутой руки. 2019 год курантами отстучит новое время. И, конечно, оно будет для нас самым фантастическим, потому что весь самый трудный путь, самый тяжелый путь, который мы прошли с вами, это 80% усилий, которые нужно было вложить, мы практически в пустое, неаргументированное предложение на рынке. В 2019 году мы с вами будем пожинать плоды, потому что 10 миллионов пользователей и наше попадание в высшую лигу мессенджеров, оно, вот еще раз повторюсь, на протяжении вытянутой руки начнется. И оттуда стремительный взлет, стремительный интерес. Он уже чувствуется, он уже ощущается по интересу крупных инвесторов, по интересу партнеров, по тому, как разлетаются акции, как горячие пирожки, последние оставшиеся. И по тому, как вообще наши партнеры сейчас себя чувствуют, как они себя ощущают, как у них настроение, как у них накапливаются новые силы, желания для того, чтобы стать рекордсменами и еще в одном проекте, маркетспейс, насколько вот правду говорят, аппетит во время еды приходит, да. Сначала сложно было увидеть вот эти горизонты и масштабы проекта, а сегодня мы все больше и больше находим доказательств, что экономика перемещается в маркетплейс. То есть маркетплейсная эра, она уже наступила, она вошла в нашу жизнь, некоторые еще не знают, но на самом деле это так. И мы с вами стоим во главе глобального, просто глобального проекта, не проекта, проектища с большой буквы. И вы обычные люди, вот самые обычные, смотрите, какой-то город Сальск, какой-то там, я не знаю, Омут Минск, который мы долго смотрели, где он находится, простите, я не в обиду будь сказана. Маленькие города, маленькие, казалось бы, люди, маленькие капельки собираются в большие сначала лужицы, потом реки, потом моря, и создается океан, такая река, движение. И мы с вами уже такая мощная сила, которая наверняка уже просто не может никак быть остановлена, повернута, вспять. Она будет двигаться все быстрее, стирать все на своем пути. Ну, что ж, я хотела бы на этом завершить, но лишь хочу напомнить, что начался второй этап оплаты каникул, не забывайте, мест очень мало, и те, кто в строю и с нами хочет увидеться на Маврикии, должны заявить о себе и сделать второй перевод, конечно, с учетом вашей скидки, а кому-то вообще не нужно делать этот перевод, вы его уже заработали, поэтому, ну, классно, классно, и я очень за вас рада, что у вас все вот так движется и развивается в ваших городах. И мы вас очень любим, потому что вы искренне, вы порядочные, честные, дружные, умные, высокотехнологичные, мудрые, и вы сделали это все сами, вы сделали из себя таких специалистов и профессионалов, которыми может гордиться сегодня и ваша семья, и ваша страна, и все-все-все вокруг люди, когда вы с ними встречаетесь, потому что вы меняете судьбы. Ну и, естественно, и мы тоже очень сильно гордимся вами, вашими переменами, вашими результатами, тем более, что помним, как вы начинали, помним, какое трудное было начало, и как уже сегодня вы шагаете с высоко поднятой головой. И, конечно же, вы достойны самой большой победы и самого большого уважения. До новых встреч, всего вам самого наилучшего на мероприятиях, и, конечно, через неделю по понедельникам. я вам обещаю, в следующий понедельник такой сюрприз, такую интересную взрывную волну мы поднимем с вами перед Новым годом. Приходите и поднимайте всех, кто там где-то попрятался в норках, все пускай приходят 17 декабря, мы вместе будем с вами перелистывать новую страничку нашего успеха. До новых встреч.